Здравствуйте, уважаемые студенты и преподаватели Тюменского института культуры. 5 декабря исполнилось 160 лет со дня рождения замечательного русского живописца Константина Алексеевича Коровина. К этой дате сектор литературы по дизайну подготовил выставку, посвященную жизни и творчеству художника, педагога, прекрасного рассказчика и писателя. Константин Коровин был учеником прославленных мастеров – Саврасова, Перова, Поленова. Пленерная живописная манера, чистая, сочная, красочная палитра, свободный фактурный мазок – все это отличало Коровина от его предшественников и отчасти роднилось представителями французского импрессионизма. Именно по этой причине творчество художника характеризуют как национальный вариант импрессионизма, а его самого называют первым русским импрессионистом. На выставке представлены издания, повествующие о творческом становлении Константина Коровина, его путешествиях в Европу, совместной работе и дружеском общении в мамонтовском художественном кружке с Серовым, Врубелем, Поленовым, Шаляпиным. Все издания богато иллюстрированы и дополнены фотографиями. Многогранный талант Коровина проявился и в театрально-декорационной живописи. О его работе в качестве художника-декоратора в русской частной опере Саввы Мамонтова, в Большом и Мариинском театрах можно узнать в монографиях Нины Молевой. Одна из ее книг дополнена интереснейшими воспоминаниями о Коровине и перепиской его современников. Константин Коровин являл собой блестящий пример двойного дарования не только художника, но и замечательного писателя. Читать представленную на выставке книгу Константин Коровин вспоминает истинное удовольствие. Художник рассказывает о ранних годах жизни, своих учителях, соучениках и современниках. В отдельной части книги собраны его воспоминания о незабываемых встречах и общении с Федором Шаляпиным, который называл своего друга Паганини в живописи. Кроме того, в книгу входят очерки о путешествии Коровина по России и Европе, а также его рассказы. Дорогие друзья, наша новая выставка о замечательном художнике ждет своих читателей.